Уважаемые коллеги, дорогие слушатели и участники форума, в ходе своего доклада я хотел бы представить вам основные успехи, неудачи и состояние дел в клиническом питании при трансплантации гемопоэтических стволовых клеток. Хотел бы отметить, что тема достаточно актуальная, исторически стала развиваться активно с 1987 года, когда профессор Вайсдорф впервые показал, что питание, в частности парентеральное, может влиять и оказывать позитивные эффекты на исходы трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, в частности безрецидивную выжимаемость. Более быстрое приживление трансплантата может наступать, снижается, соответственно, из-за этого риск инфекции, снижается тяжесть мукозита. Схожие данные мы получили и в нашей работе. Вы видите на примере 91 пациента, в зависимости от методик нутритивной поддержки или терапии, получили разницу в общей выживаемости. Синяя линия – это питание, которое назначалось превентивно с первого дня после трансплантации. Последующие отдельные виды питания назначались уже при развитии осложнений и результаты были хуже. Это современные работы, представленные вашему вниманию. И вы видите, что они отмечают наличие исходной недостаточности питания перед трансплантацией является неблагоприятным фактором. И причины развития недостаточности питания – это анорексия и синдром желудочно-кишечной токсичности, который развивается во время индукционного курса цитостатической терапии или последующих курсов. Не обоснованы строгие и длительные ограничения в диете. Как правило, они устанавливаются с первых дней терапии и в последующем сохраняются, хотя они всегда являются обоснованными. Если мы говорим про педиатрическую практику, то это может быть запрет грудного вскармливания. Отношения относительно этого момента сейчас пересматриваются. Авторитетное руководство по трансплантации костного мозга. Вы видите, что здесь идет анализ наличия гипотрофии или обратной ситуации ожирения после трансплантации. Также показано, что тоже является неблагоприятным фактором отдаленного прогноза после трансплантации гемопоэтических стволовых клеток. Если говорить про причины ожирения, то, как правило, это терапия глюкокортикостероидными, это пациенты с острым лимфобластным лейкозом, либо коморбидность у пациентов, например, с множественной мейломой. Соответственно, учитывая, что такая актуальная проблема, был недавно опубликован большой обзор, который вместил в себя все доступные к настоящему времени публикации относительно этой тематики. В итоге было проанализировано около 18 тысяч пациентов с трансплантацией костного мозга. Было еще раз подтверждено, что недостаточность питания – это неблагоприятный фактор повышенной летальности. Энтеральное питание является более эффективным по сравнению с проэнтеральным, если мы говорим о поддержании нутритивного статуса. Энтеральное питание имеет меньший риск развития реакции трансплантат против хозяина, оказывает более выраженный эффект на восстановление нейтрофилов. Дискутабельные в настоящее время вопросы – это влияние и эффекта низкомикробной диеты. И показано, все больше и больше работ появляется, что такая диета не имеет преимуществ перед обычным питанием, но если пациент соблюдает достаточно педантично правила личной гигиены. Не осталось в стороне и авторитетная Европейская ассоциация клинического питания и метаболизма, или СПН. Здесь также у них появился в своих рекомендациях раздел для онкологических пациентов с трансплантацией костного мозга. В случае неадекватного приема пищи нутриционная терапия является обязательной к назначению, и при отсутствии противопоказания приоритет должен отдаваться энтеральному питанию. При автологичной трансплантации костного мозга парантеральное питание может даже и не потребоваться. При аллогенной трансплантации, где больше осложнений, парантеральное питание применяется намного чаще. Это из-за наличия реакции трансплантат против хозяина и различной инфекции желудочно-кишечного тракта. На данном слайде представлены основные осложнения, которые оказывают наибольшее негативное влияние на состояние нутритивного статуса. Прежде всего, это осложнение режима кондиционирования, который проявляется желудочно-кишечной токсичностью, и собирательное понятие, в которое входит анорексия, тошнота, рвота, абдоминальный болевой синдром, энтеропатия. Сюда же относятся и побочные эффекты ряда лекарственных препаратов, которые используются при трансплантации. Это цитостатики, это противогрибковые препараты, иммуносупрессанты. Естественно, мукозит, болезненное осложнение, которое мешает нормально питаться. И инфекция практически всех уровней этиологии. Это вирусная, грибковая и бактериальная. Иммунологические осложнения, такие как реакция трансплантат против хозяина, веноклюзионная болезнь печени, метаболические нарушения, синдром полиоргальной недостаточности, как правило, эти пациенты находятся в отделениях реанимации, и если у пациента имеется прогрессия или рецидив основного заболевания. Современная нутриционная поддержка складывается из четырех простых последовательных этапов. Это оценка нутритивного статуса и диагностика метаболизма, расчет потребностей в энергии и нутриентах, выбор метода доставки питания, профилактика и мониторинг осложнений и оценка эффективности. Несмотря на то, что, казалось бы, простые этапы, но тем не менее четкого представления, как проводить нутриционную терапию, нет даже в европейских центрах. На данном слайде представлена работа, в которой проведен анализ нутриционной терапии, и показано, что нет четких алгоритмов и протоколов. Это, конечно, затрудняет международное сотрудничество проведения многоцентровых исследований. К чему сейчас приходят специалисты в области клинического питания и при трансплантации костного мозга, что необходимо так называемое диетологическое сопровождение таких пациентов. Это позволяет улучшить показатели нутритивного статуса за счет того, что питание назначается своевременно, адекватно, и, соответственно, повышается толерантность к нутриционной терапии. Все это сказывается на увеличении потребления энергии, белка, пищевых волокон, и, соответственно, лучше поддерживается индекс массы тела в конечном итоге. Диагностика нутритивного статуса включает несколько моментов. Это антропометрические показатели, толщина кожно-жировой складки над трицепсом, динамометрия, индекс кеттля, всем известный показатель, или индекс массы тела, я хотел бы обратить ваше внимание на индекс БАСБИО. На мой взгляд, он хоть и не такой популярный, но, тем не менее, может быть более точным, учитывая, что здесь используется динамика массы тела, плюс используется показатель альбумина, который рутинно контролируется у пациентов при трансплантации костного мозга. Если говорить о лабораторных показателях, то тут, к сожалению, слишком идет многофакторное воздействие на эти показатели, и какого-то отдельного мы не можем выделить, только в комплексе можем оценивать. Я бы выделил альбумин. Остальные биохимические маркеры глюкоза, триглицериды, мочевина, креатинина и другие, они больше используются для мониторинга нутриционной терапии. Все остальные показатели имеют научные интересы. Если переходить к инструментальным факторам, то это биоимпедансометрия, которая основана на сопротивляемости ткани электрическому току. Она позволяет в динамике оценить изменения водных компартментов организма, мышечных волокон, жировой массы тела. Еще раз повторюсь, важно определение в динамике, то есть знать исходный уровень. Непрямая калориметрия считается золотным стандартным. У стабильных пациентов она сравнима с расчетными формулами расчета энергии. Поэтому наибольшая важность применения этой методики у нестабильных пациентов. Основан данный метод на оценке вдыхаемого кислорода и выдыхаемого углекислого газа. На этом построен расчет энергопотребности. Может применяться и у взрослых, и у детей. Если говорить о тех материалах, которыми может пользоваться практикующий врач, я бы хотел обратить внимание на руководство Европейской группы по трансплантации костного мозга. Самое их современное издание 2019 года. Впервые появляются уже четкие алгоритмы. Если раньше было больше вводной части каких-то общих слов, то сейчас уже конкретные предложения. Вы видите, что показания к началу нутриционной терапии. Это индекс массы тела меньше 18, меньше 60% съедаемой пищи в течение трех последовательных дней. Расчет потребностей в энергии надо проводить с помощью уравнения Харриса-Бенедикта или взять условно 25-30 ккал на килограмм. Белок 1,2 до 1,5 грамм на килограмм. При РТПХ, особенно с поражением кишечника, до 2 грамм. Энтеральное питание должно назначаться как можно раньше. Это самый дискутабельный, пожалуй, вопрос. Про энтеральное питание при невозможности или недостаточности энтерального питания. На данном слайде представлена совместная работа нашего института и наших норвежских коллег из университета города Осло. Она посвящена переносимости зондов различных, как назогастральных, так и назоинтестинальных. Вы можете увидеть, что переносимость крайне низкая. Это не позволяет рутинно применять этот метод терапии. Это и тошнота, это и рвота, болезненные ощущения. Однако я бы хотел обратить внимание на зеленые рамки. То, что остаточный объем желудка был низкий. Это говорит о том, что смесь, которая вводилась через зонд, хорошо усваивалась. Это говорит о том, что энтеральное питание, конечно, имеет большой потенциал использования у наших пациентов. Как же накормить пациента в стационаре? Прежде всего, это низкомикробная диета, которая в первой выборе предложена в 1982 году. По сути, сейчас она везде и применяется. Основные критерии здесь – это содержание менее 500 колоннеобразующих единиц в грамме продукта. Из недоставков я бы отметил различную трактовку списка запрещенных продуктов. Это создает недопонимание между врачами различных клиник, между пациентами и врачами и так далее. Должна быть безлактозной. И нутриционная терапия, которая включает сиппинг в употреблении энергетических коктейлей. Сейчас это направление активно развивается за счет внедрения различных вкусовых возможностей и более улучшенные органолептические свойства. Поэтому можно использовать сиппинг. Да, мы не избежим парентерального питания, но можем на несколько дней отсрочить не такое физиологичное питание, как сиппинг. Это энтеральное питание дальше, парентеральное, либо комбинация методов. Если речь заходит о необходимости назначения энтерального питания, то классическим вариантом является назогастральный зонд, либо эндоскопически инсталируемая гастростома. Существует три вида зондов. Зонды из поливинилхлорида, самые жесткие. Они, как правило, используются для контроля кровотечения и терапии пареза желудочно-кишечного тракта. Для питания лучше использовать полиуретановые, самые современные, либо силиконовые зонды. На данном слайде системы доставки. Это различные помпы различных производителей, гравитационно-капельные системы и для болюсного введения обычные шприцы Жанне. В случае необходимости назначения парентерального питания, здесь следующее показание. Это невозможность естественного питания. Это мальабсорбция, мальдегестия, выраженные расстройства моторики, в частности, динамическая кишечная непроходимость, либо необходимость временного исключения работы желудочно-кишечного тракта, например, тяжелое поражение при РТПХ. Сосудистый доступ желательно иметь центральный, иначе высок риск развития тромбозов. Профилактика инфекционных осложнений сводится к изолируемому введению всех компонентов парентерального питания в бенозный катетер, то есть должен быть отдельный ход. Оптимально использовать системы 2 в 1 и 3 в 1, максимально короткие сроки применения. Если говорить о профилактике метаболических нарушений, то это одновременность введения пластического энергетического субстрата на 1 грамм азота должно приходиться от 100 до 180 небелковых килокалорий, то есть неправильно назначать аминокислоты, например, без глюкозы. Это адекватный лабораторный мониторинг и постепенное наращивание дозы, как правило, с выходом на максимальную к третьим суткам. Концепция парентерального питания – это флаконная методика, подходит для нестабильных пациентов. Система 2 в 1 – это раствор аминокислоты и глюкозы, и 3 в 1 – с добавлением жировых эмульсий. Если клиника обладает высокой трансплантационной активностью, более 15-20 пациентов в день получают парентеральное питание, то можно задуматься об организации компаундинга персонифицированного парентерального питания, когда специальный комбайн для каждого пациента, согласно рецептуре, производит индивидуальный пакет с раствором. На данном слайде я бы хотел обратить наше внимание на то, что осложнение после трансплантации со стороны работы желудочно-кишечного тракта влияет на общую выживаемость, и основная причина здесь в 60% случаев – это реакция трансплантат против хозяина, в 35% случаев – инфекционные и воспалительные причины. И только единичные случаи – это какая-то непереносимость пищи, нарушение диеты или токсичность препаратов. РТПХ кишечника – почему такое грозное осложнение? При тяжелых степенях происходит разрушение крипт, клинически проявляются большообъемные диареи вплоть до профузного кровотечения. Естественно, это быстро декомпенсирует пациента. В случае хронизации процесса, то есть развитие хронической РТПХ, пациента тоже очень тяжело стабилизировать с точки зрения адекватного питания из-за анорексии, малиабсорбции, ксеростомии. В комбинации с недостаточностью желез внутренней секреции, перегрузком железом – это еще больше усложняет возможность адекватной нутритивной терапии. Гастростомия в таких случаях может быть рекомендована. Современные методы, низкопрофильная гастростомия, представленная слева, практически не ограничивает качество жизни пациента и является малоинвазивной методикой. В заключительном своем слайде я хотел бы перечислить основные этапы и моменты адекватной нутриционной терапии. Это динамическое консультирование, диагностика нутритивного статуса, рациональный подход к низкомикробной диете, поддержка микробиота, Олег Иванович подробно об этом рассказал, превентивный сиппинг, антиеметики. В случае развития осложнений – это анальгезия мукозита, здесь речь идет о пациент-контролируемой анальгезии, комбинации энтерального и парантерального питания, мониторинг переносимости и в отдельных случаях постановка гастростома. Я благодарю коллектив авторов за участие в организации инвестиционной терапии. Спасибо за внимание. Продолжение следует...